Мы не отпускаем товар без маски. Пожалуйста, наденьте маску. Как я, по-твоему, должен надеть маску, если я пришел, чтобы купить эту маску у вас? Сержант, рад доебаться. Вы сейчас находились в аптеке в общественном месте без маски, как я понимаю, да? То есть к вам в отдел можно заходить без маски? Выж к 5G. Пойду, помочусь на нее. Че? В рай без маски не пускают? И в ад тоже? О, друга, начнулся. Слушай, наконец-то, ну ты здорово всех перепугал. Ты как, давай это, поднимайся потихоньку. Че? Где я? Представляешь, мне сейчас приснилось то, что я, короче, помер. Меня тачка шибла, и на том свете с меня требовали маску и в рай, и в ад. Короче, истерия с масками уже там, у меня крыша едет. Ну да, ты так-то и на самом деле сдох, ты в коме лежал. Слушай, не поверишь, тут столько всего в мире и в России произошло. Даже, даже не знаю, с чего начать. Да подожди ты, погоди, ты опять со своими этими новостями. Как я вообще здесь оказался? Да, тебя, дурака, машина сбила. Ну это ладно, неважно. В общем, у меня есть хорошая новость. Ну я понял, короче, и плохая, да? Хорошая и плохая новость. Ну давай уже, начинай с хорошей, потому что я все равно пока ничего не соображаю. Ну как, в общем, одна хорошая и дохренища плохих. Ну мы в России живем, сам понимаешь, да? Тут что ни день, то хоть сам под колеса машинам бросайся. Черт с тобой, все равно ведь не отстанешь. Давай уже, че у тебя там? В общем, дело-то такое. В общем, сейчас в Россию разрешили въезд с 300 тысячам трудолюбивых мигрантов, которые мы ранее запрещали сюда приезжать. Ну, из-за того, что они там различного рода преступления совершали. Короче говоря, скоро в России русским не будет места. Так что я вот, че предлагаю. Клиаворк. Пока еще есть возможность сделать рабочую визу в Европу на полгода, с возможностью затем подать на вид на жительство, а потом и на ПМЖ по желанию. А если хочешь просто работать и путешествовать по Европе, то сделай рабочую визу. Пиши и звони в Телеграм или Ватсап. Плюс 48-693-056-410. Так, слушай, ответь, реально хорошая тема. Там, че, куда мне нажать, куда перейти и че делать-то? Ссылка и номер телефона на Клиаворк будет в описании. Так что давай, дерзай, пока не поздно. Вот, и переходи там. И тут я еще хотел спросить. Ты, я тут слышал, тебя чуть менты, да, там, не оштрафовали за то, что ты без маски ходил. Да-да, это козлина ментовская. Прям, представляешь, после аптеки щемануть меня хотел без маски. Вот-вот, как известно, да, в полицию-то идут люди небольшого ума, так скажем. Вот в Омске, например, представляешь, мужика оштрафовали за то, что он в торговом центре ходил без маски. А потом в этом же торговом центре сами менты ходили без маски. Да? И че? Составили на себя протокол, наверное, да? Да он убежал, сука, вот, вот, полюбуйся. Здравствуйте. Ну, знаете, какой момент? Меня только что сейчас вот здесь оштрафовали за маску, да? А вот вы без маски. Че делать в такой ситуации? Че я зашел? А? Ну и че, как будем делать? Предупреждение или как? Что оштрафовался, нет. Не, ну а как? Вы же сотрудник полиции. Че делать в такой ситуации? У меня есть маска, а у вас? Вот дурень, слушай, че-то мне прям это, плоховато стало. Может, давай в коридор выйдем, там хотя бы более свежий воздух, но подышим, постоим. Правда, плохо. Дальше, дальше будет еще хлеще. Ты, на всякий случай, вон, лучше даже кислородную маску с собой возьми. Понял. Ну, че еще, может быть, в России изменилось, да, пока я в коме был там? Ну, кто президент, я, конечно же, не спрашиваю, но, может быть, менты хотя бы по-человечески стали к людям относиться. Ну, если не считая, конечно, масок. Ну, как тебе объяснить, в общем, наших российских заключенных в жопу швабрами ебут и заставляют друг друга насиловать зэков? Ты представляешь, в Саратовской области аж 40 гигов материалов, видеоматериалов нашли правозащитники с этими изнасилованиями? Да это я в курсе, мы же вместе новости смотрели. А, ну да ладно, я просто подумал, что тебе достаточно сильно в голову прилетело, и ты ни хрена не помнишь. Я к чему это? В общем, саратовская история ментов вообще ничему абсолютно не научила. В Оренбургской области 18-летнего невиновного парня менты задержали и грозились, в общем, его, ну, хорошо понимаешь, да, короче, изнасиловать, трахнуть в задницу, если он не подпишет документ о том, что он спер там у кого-то, тиснул телефон. Да что, что со всеми ментами нашими российскими не так? Одна гомосятина в голове. Неужели их не проверяют, когда они устраиваются на работу, там, на предмет каких-то психических расстройств? 4 октября с утра забрали моего сына, себе водил, как потом вечером сказали, по недоразумению. Пытались повесить на него телефон, полупили его так, я не знаю, как террористы какого, спецназовцев там играли, запинали ему все почки отбили, голову отбили, дыхалку всю под живот, по спине локтями лупили, вся спина в синяках, вся голова отбитая. Начали стаскивать штаны, говорили, сейчас мы тебя будем петушить, сына моего петушить, да? Я вам попетушу. Пацан в клубок свернулся, в узел штаны затянул, пока вы его пинали, чтобы штаны не сняли. Все штаны разодрали, шнурки разодрали. Мало. Потащили в туалет, говорит, сейчас мы тебя будем окунать головой в унитаз. Пацан от обиды выл, плакал. Помогите, кричал, вы в кураж входили. Вам куража охота, крови охота, крови вам охота. В кабинет затащили, начали ставить свои всякие позы, милицейские ласточки. Это ваша такая система палочной раскрываемости. Сука, шакала, я ведь думал, что песня мусора ебать друг друга в жопу, это шуточная песенка. А теперь подозреваю, что у них там целые следственно-оперативные гей-кружки. Не исключено. А ты что, весь побледнел-то? Тебе плохо? Можешь водички дать? Я так понимаю, тебе даже и вставать-то было нежелательно. Не-не, короче, давай это, на улицу уже выйдем. Реально, и здесь тоже душно, голова болит, совершенно не соображает. И давай, пожалуйста, без плохих новостей. Да тут еще одна новость, вот привычная для россиян. Мне же не с кем делиться, кроме тебя, да? А ты чуть не сдох, я же испугался. Так что пошли, пошли на улицу. Фух, тяжко. Ну давай, что у тебя там? Что, Путин Терешковый задул? Не знаю, налоги подняли, цены подняли? Или что могло еще произойти, кроме того, к чему мы уже привыкли? Кавказцы. Кавказцы Терешковый задули? Нет, и что? Кавказцы пристают к русским бабам в метро, представляешь? Да я помню эту новость тоже, где парень заступился с девчонкой, ему чуть глаз не выбили. Так что у меня не настолько память-то отшибло. Сбурака меня не держи. Да не, тех-то закрыли, им, короче, по пятнашке светят. Ну как известно, да, что кавказцев, что ментов жизнь-то ничему не учат, и чужие ошибки ничему учат. Короче, в московском метро снова кавказцы уже в количестве четырех человек докапывались до девушки, но за нее заступился русский парень. И че удивительно, я сам охренел, за этим парнем подошли и остальные русские пассажиры. Да ты че, у русских яйца наконец выросли на своей-то земле. Да, выгнали, выгнали из вагона, во, во, видео посмотри. Девушки, выезжайте, бля. Не ходи, не ходи ты. Вы что, с ума сошли? Не че тебе надо? Вы журки, бля. Ужас, мало вас в новостях, блин, показывают. И все, вы вообще понаехали, блин, заберите их нахер. Журки, блин. Еще, блин, уже менты подошли и все равно. Да и все равно, и все равно, и все равно, и все равно. Ой, слушай, я даже не знаю, от чего у меня больше голова кружится, от возмущения или от восторга. Это точно не постанова? Да я сам в шоке, братан, да? Но давай будем честными. В России проблем-то в первую очередь не в терпилах русских, да? Не в наглых кавказцах, а в тех, кто там вот наверху у нас сидят. Сначала они поставили Путина на третий срок, потом повысили срок президентства до шести лет, потом вообще все нахрен обнулили и повысили пенсионный возраст. Повысили НДС, сняли ограничения для чиновников по возрасту, узаконили для себя взятки, ну и пришли, конечно же, к логическому умозавершению, что с этим россиянским рабским быдлом можно делать все, что угодно. Так, хватит, хватит, да? Давай, это все, я, наверное, пойду отдыхать. Сколько я в коме был? День? Два? Год? Два года? Три года? Эээ, три часа. Это столько говна произошло за три часа? Все, давай, я спать пошел. А, ну давай, в общем, держись тут, здоровья тебе, крепись, завтра я тебе еще планшет с интернетом провезу, охренеешь, сколько новостей, можешь читать хоть круглые сутки обо всем безобразии, что в России происходит. Давай, пока. О, ты еще здесь, зритель? Ну, если ты еще здесь, тогда обязательно подпишись на этот канал, если еще не подписан, и нажми на колокольчики под видео, у нас тут еще много чего интересного. Ну и, конечно же, спасибо за внимание и всем пока.